Материал, который не надо искать по гуглам или еще где-то, вы найдете великолепный материал у коллег, которые уже это сделали. Это инструмент, который помогает делиться абсолютно всем, что вы имеете. А насколько я убеждена, что чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Чего бы вы не отдавали, что бы вы не отдавали, до сих пор возвращается к вам сторицей. И поэтому я всегда делюсь и с коллегами, и со студентами, и стараюсь научить их делиться со всеми. Никогда не держать при себе то, что вы узнали. Обязательно надо делиться. Поэтому вот все эти социальные сети дают такую нам возможность. Спасибо, Татьяна, что у вас в блоге есть этот материал. Он действительно очень хороший. Я не знаю, есть ли еще Татьяна, ее все время выбрасывала, но я хочу. Нет ее. Но я лично ее хотела бы благодарить за этот инструмент. Он великолепный. Ну и вот этот Глокстер, Глокстер есть на карте. Вы можете посмотреть, он там в блоге у меня, он интерактивный. Каждый инструмент кликабл, можно кликнуть и попасть на него. Жалко, что в презентации этого нельзя делать. А вот поэтому я положила все в блог и карту живую. Вы можете пройтись по всем инструментам. Здесь инструменты собраны в основном для меня, для преподавателя английского языка. И все это тоже, в какой-то мере Глокстер тоже является агрегатором. Потому что все кликабл. Если у вас немного сайтов, то можно вполне пользоваться этим Глокстером. Что позволяет делать Эверноут? Что позволяет делать Эверноут? Не только сохранять страницы, которые вы хотите сохранить. Можно сохранить только статьей. Можно сохранить целой страницей. Эти страницы сохраняются у вас на компьютере. Они синхронизируются одновременно, когда вы сохраняете в интернете. Можно делиться и работать параллельно со студентами через Эверноут. Очень много возможностей дает Эверноут. И если, Александр Александрович, если вы хотите узнать еще больше, то я, наверное, покажу вам, расшарив экран, когда вы будете на линии в скайпе. И я тогда обращу ваше внимание на более точные детали этого инструмента. Я переключаю дальше, потому что время уже начинает нас поджимать. Ну, вот, да, у Кости много написано. Да. Ну, хорошо. Вот из Глокстера можно делать еще и классный учебник. Тут можно размещать и статьи, и задания. Как это делается? Это вот дается задание студентам. Каждый из них выполняет его на своей страничке. Потом каждую страничку прикрепляет. Можно загружать и фото, и видео, и добавлять текст своим страницам. Комментировать эти страницы и друг друга. Это все очень много дает возможностей. Ну, и вот, я не буду еще пока заканчивать. Наталья Алексеевна сейчас нам скажет немножко, пару слайдов еще расскажет. Она очень интересно расскажет. Наталья Алексеевна, кандидат в физико-математическом науке, доцент Восточно-Украинского национального университета имени Дали, кафедра экономическая кибернетика. Я очень много учусь от Натальи Алексеевны. Она очень много знает. И передаю ей слово. Наталья Алексеевна, пожалуйста. Нина Ананимовна, спасибо огромнейшее. Мне очень неудобно, что Вы меня так разрекомировали. Может, еще мое выступление не понравится. Вы так много обо мне хорошего сказали. Большое спасибо. Я буквально вкратце, потому что уже позднее время, я единственное хочу отметить и вспомнить те вопросы, на которых останавливались вчера на вебинаре. Это по поводу работы в социальных сетях, по поводу работы ВКонтакте. Я в этом году провела такой эксперимент. Вернее, не провела, а провожу эксперимент. Я все свои курсы перевела ВКонтакт. То есть там, где больше участия, как по опросам проводят студенты. Меня хорошо слышно, от меня нет шума. Мне говорит, может быть, тише. Спасибо. Здесь приведены только некоторые курсы, которые я веду. У меня их 7. Но что я хочу сказать. По поводу сообществ, студенческих сообществ. Здесь очень много групп, которые входят в студенты. Вот, например, ЭГЭ, не только студенты, но и абитуриенты, школьники. Это те будущие студенты, которые могут прийти к нам. И те будущие студенты, которым мы можем оказать помощь. И своего рода агитация может происходить именно ВКонтакте. Здесь потрясающую информацию выкладывают авторы этих групп. Вот, например, подготовка школьников по математике и информатике. Здесь великолепная информация. И причем обсуждение ведется непосредственно на странице. Когда студент, школьник может задать вопрос и тут же получить ответ на него. Вот, например, на днях, это вчера буквально, была разборка турнира по неравенствам. А позавчера был сам турнир. На этот турнир приглашались все желающие. Турнир был открыт. Все школьники со всех стран, независимо от того, в какой стране находится школьник, приглашались на этот турнир. А вот видео разбора этого турнира. Все это находится ВКонтакте, в свободном доступе. Можно задать вопросы и получить, опять же, квалифицированный ответ бесплатно. Эти консультации, которые находятся ВКонтакте, они бесплатны. Вот пример информатики и компьютерная техника. Это мои студенты. Ну, здесь, конечно, студенты и заочного отделения у меня, и очного отделения. Ну, что касается дистанционной формы обучения, как уже было сказано, она не отличается от заочной или очной формы обучения. Это все, да, ответы в режиме онлайн. Да, все в режиме онлайн. Были поставлены вопросы, и тут же надо было за 3 минуты дать ответ. Это такой блиц-турнир был. 15 вопросов за 45 минут надо было ответить, а потом разбор. И победители, уже были, если вы зайдете туда на страничку, вы увидите победителей, победителей среди преподавателей, победителей среди учеников. Это очень интересно. Если студенты и школьники находятся в контакте, здесь ничего плохого нет. Что касается меня, вот мои участники, у них своя территория. Я не захожу, я не захожу к ним лично. Они обмениваются своими новостями, своими идеями. Если кто-то захотел быть моим другом, я не отказываюсь. Но лично к ним, на их территорию я не захожу. Это, ну, святое. Вот мы общаемся только на нашей общей групповой территории. Ну, большей частью они мне пишут в личку, потому что, если идет обсуждение конкретного задания, то я лично даю ответ студентам. И иногда моими ответами являются видеозаписи. Если им какой-то материал, который я объясняю, непонятен, я записываю видеоролик и выкладываю этот видеоролик. Что касается работы еще в режиме реального времени, это все в режиме онлайн. В режиме онлайн, если необходимо просмотреть сразу же и дать рекомендации, и дать совет по решению задачи, то можно это делать с помощью iDrew. iDrew позволяет выполнять и групповую работу. iDrew, это Нина Ананимна, наверное, просто не отметила iDrew, потому что она мало пользуется как преподаватель иностранного языка. это интерактивная доска, которая используется математиками, физиками, биологами, кем угодно. Это потрясающая интерактивная доска, которая позволяет писать математические формулы, позволяет загрузить презентацию и выделить. Вот у меня просто выделены для одного ученика доски, но каждая доска может быть выделена для каждого студента в отдельности. И приглашать я могу через скайп, я каждого вижу. Вижу, что он делает. Он мне может тут же писать на этой доске. Он может писать карандашом, ну, или мелом. Он может писать карандашом, он может писать ручкой, он может использовать графический редактор. Если использовать графический редактор, то все формулы, как в Маткаде, кто знаком Маткаде, это потрясающе. Можно написать ту формулу, которую вы можете написать в Маткаде, можно написать на этой интерактивной доске. Можно построить график. И что немаловажно, можно подготовить материал, можно подготовить лекции заранее, и студенты готовят ответы заранее, и на следующий день или в режиме онлайн уже общаются с преподавателем и задают конкретные вопросы. Это очень удобно и используется именно технарями. Валентин Николаевич говорит, для технарей мало возможностей. Очень возможностей много для технарей. И очень много заготовок. У меня студенты... Я вас приглашаю в контакт на курсы визуализации экономической информации. У меня лежит приложение. Приложение Геогебра. Это живая геометрия, живая алгебра. И у меня студенты... В основном мы пользуемся облачными технологиями. И Майнмэпс... Майнмастер... Извините, пожалуйста. Майнмастер — это облачные технологии. Они у меня рисуют ментальные карты. Сразу же на занятии в режиме мозгового штурма 10 человек рисуют одну карту. И 10 человек создавали одну стенгазету. Если вы посмотрите, эта стенгазета была создана за 30 минут студентами, и работали все. Там вот эти вот аватарчики, которые наверху нарисованы, но они в виде куколок. Это студенты. Причем все студенты одновременно... Нет. Мы пользуемся всем бесплатными. Бесплатными приложениями, потому что... Во-первых, мы не имеем права, не имеем таких средств. Это все приложения, которые мы пользуемся, они все бесплатные. Айдру — это также бесплатное приложение. Это... В настоящее время пока бесплатно. Дальше. При работе в режиме реального времени очень удобно, но это только индивидуальная работа. Но очень удобно и нравится студентам, и нравится школьникам. Это демонстрация своего рабочего стола. Вот урок. Урок или лекция по Делфи — проверка домашнего задания студента. Он демонстрирует свой рабочий стол. И я проверяю уже непосредственно в режиме реального времени его задания. Он задает вопросы, я на них отвечаю. А теперь некоторое дополнение... Некоторое дополнение... К тому материалу, который... Который вам рассказывала Нина анонимна. Она рассказывала с точки зрения... Я буквально одну минуту... Я понимаю, что вы очень устали. Вижу, что время уже истекает. Я очень быстро. Возможности интерактивной доски для работы в режиме онлайн. Досок этих очень много. Пригласить можно сразу целую группу студентов и общаться сразу же со всей группой студентов. И проверять, кто на какой доске выполняет какое задание и как он выполняет. Вот посмотрите, можно...